ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Ну что ж, друзья, сегодня хочу с вами поговорить о достаточно важной вещи, которую должен знать каждый человек. Я думаю, что навыки, которые мы приобретаем, проходя этот жизненный путь, они очень важны и очень полезны, если, конечно, мы внимательны. Потому что много людей, их обычно ничего не колышет, не волнует, они не любят учиться и не любят делать определенные выводы в своей жизни. Поэтому с ними получается по писанию, что много бывает прибытков на поле бедного, но множество гибнет от беспорядка. Беспорядок в жизни – это полный провал, полный провал всей жизни. Я знаю многих людей, которые работают, работают для дырявого кошелька. То есть много работают, вроде бы и зарабатывают, но они все теряют. Стараются, что-то делают. Но именно беспорядок, хаос в жизни или неправильное понимание каких-то жизненных законов, оно приводит в конце концов к каким-то печальным последствиям. Сегодня я хочу вам, ваше внимание, задержать вот на чем. В Библии, я читаю Библию регулярно, она мне очень нравится, есть интересное такое место. «Все испытывайте, хорошего держитесь». Вы знаете, что наши народные поговорки, они немножко отличаются. «Пока гром не грянет, может не перекрестится, пока петух не жарен и не клюнет» и так далее. Вот почему-то мы не обращаем внимания на практическую сторону того, что вот именно пока не упрешься лбом в какую-то проблему, ты ее не можешь предвидеть, ты ее не можешь решить, ты даже не знаешь, что она может произойти. Поэтому вот древняя книга, в которой заключена огромная мудрость, говорит «Все испытывайте, хорошего держитесь». То есть все надо проверять. Не надо быть такими наивными. Сегодня вечером я читал небольшую лекцию для группы, и я им рассказывал о том, что вокруг нас люди. Люди, они очень разные, люди с разными характерами, с разными привычками. И чаще всего они никогда не будут заботиться о других. Это быстрее исключение из правил, чем правило, чтобы люди заботились о других. Поэтому чаще всего людьми движет жажда наживы использовать человека другого, проюзать, как у нас говорят эмигранты, заработать на нем деньги. Мы сегодня довольно-таки часто наивно полагаем, что все, что вокруг нас говорят, телевидение, радио, газеты, на интернете, сайты, новости, они правдивы. И люди мне пишут в комментариях, вот там тот говорит то, этот говорит это. И, в общем, начинается вот такая неразбериха. Я понимаю, что сегодня информации очень много, очень много, как никогда много. И наша проблема, как потребители, люди научиться отличать, отсортировать. И плохое выбрасывать, а хорошее использовать. Я уже когда-то приводил пример из книги Роберта Киосаки, пример курятника, когда одни умные люди все могут просчитать, все абсолютно предвидеть, но не использовать для себя, для своей личной цели. А есть люди, которые пользуются именно вот этими знаниями. Так вот, сегодня много информации нам дают и говорят, кушайте, кушайте. Вот я говорю правду, другой говорит, и я говорю правду, и третий говорит, и я. Они все врут. Ребят, я вас прошу. 21 век на улице, мы умные люди, и мы должны все испытывать, все проверять. Да, это затратно, иногда это требует времени, это требует такой вот кропотливой работы, посмотреть, почитать, проанализировать. Но у основной массы людей, к сожалению, отсутствует вот это желание поднапрячься. И люди часто хотят вот готовое. Им говорят, в Америке плохо, они да, в Америке плохо. Другой говорит, в Америке хорошо, они в заклёп, да, в Америке хорошо. Надо научиться отсортировать вот эту всю информацию, негативную, плохую и неправильную, и неправдивую информацию отбрасывать в сторону, а использовать только хорошую. Поэтому это лежит, как бы эта ответственность лежит на нас. Мы не должны быть глупцами, чтобы всему вот так брать и всему верить, что нам напишут, расскажут или покажут. Необходимо самостоятельно научиться разбираться в этих вещах. Причина-следственная связь отсутствует. Логика отсутствует. Мышление очень часто оно просто отсутствует. Вы знаете, что Библия учит думать. Вот я, читая Библию, не раз нахожу. Рассуждайте такое повеление. Размышляйте. Размышлять люди, к сожалению, не умеют. И поэтому очень часто попадают. Я вот вспоминаю там этих в постсоветское время, там эти Кашпировские, МММ, всякие там организации, которые, шарлатаны всякие появлялись, и люди наивно полагали, что кто-то им чего-то сделает хорошего. Нет. Они теряли деньги, теряли настроение, теряли здоровье, даже разрушились семьи. И только из-за того, что люди ведут себя как глупцы. Поэтому я сегодня хочу вам сказать. Мои слова, чужие слова, их всегда надо проверять. Всегда надо ставить под сомнение, проверять эту информацию, которую вы услышали интересующуюся. Не лениться. Потому что нет блюдечка с голубой каемочкой, нету скатерти-самобранки, нету ковра самолёта. Всё это сказки. И цена, цена всегда есть. Мне иногда говорят, вот тебе повезло, вот ты там в струю попал, в жилу попал. Вы обманываете, кто там может вот так вот добиться чего-то. Вы знаете, я никогда не говорил, что все могут чего-то добиться. Есть люди, которые не могут добиться в силу своего интеллектуального развития, образования. Есть люди ленивы, есть люди, которые никуда не торопятся, им не хочется напрягаться. Но есть люди, которые действительно закусили удила и движутся, движутся, движутся вперёд, учатся, работают много и в конце концов прорывают. Они прорываются, да. Я написал одному в комментариях парню, что он думал, что вот я обманываю, что мне так раз всё легко и что мы просто обманываем людей. Нет. Я, прежде чем я добился каких-то результатов, пять лет я не был в отпуске. Я говорил об этом в некоторых моих видео. Я работал на двух, на трёх работах. Я учился заочно и ночами, занимался самообразованием, посещал множество различных семинаров, общался с людьми, которые умнее меня, больше знают. И вот это, в конце концов, привело к определённым результатам. Не бывает так, что лёг спать бедным, несчастным, обиженным жизнью, а утром проснулся – вуаля, ты уже такой крутой, тебя все знают, и у тебя куча денег. Нет. Я думаю, что надо человеку научиться думать, научиться рассуждать, размышлять и вычёрпывать свои мысли, которые приходят в твою голову, и материализовывать их для того, чтобы добиться какого-то успеха. Ну что ж, друзья, на этом я буду заканчивать это коротенькое видео. Вы мне задавали вопросы про постройку домов и про кредиторов, как кредитные компании там преследуют. Я об этом вам расскажу в будущем. Ну а сейчас давайте будем вместе учиться думать, размышлять, сопоставлять, анализировать. И пусть Бог вам в этом поможет. Благословений вам, успехов, здоровья. До следующей встречи.